Обучение будем проводить всех механизаторов, нам нужны опытные, да, со всеми категориями, чтобы сегодня он сел. Тракторный парк есть, людей не хватает, специалистов, чтобы он сел на одну марту, на другую. И в осень он вышел на уборочную, на комбайн сел, об этом мы говорим. Значит, по сохранению рабочих мест в зимний период, да, уже мы провели переговоры с головным подразделением, значит, следующая ситуация, уборочная кампания заканчивается, наши сотрудники-механизаторы уходят в отпуск, как положено, да, переработки у них и все остальное, с последующим возвратом к нам и проводим обучение с дилерскими центрами. У нас импортная техника, да, Нью-Холланды, классы, соответственно, нужно развиваться. Мне с ними и механизаторы будут сидеть, проводить обучение, оплачиваемые. Заходим, например, 1 марта, подготовка техники к сезону ремонта, опять же, с обучением, с присутствием дилерских специалистов. Все, весь год они задействованы. Это понятно, это на данный момент... Обучение будет проводиться. Это все понятно, но а вот те, которые никогда не учились, у них нет этого образования? У них есть возможность прийти к нам и обучиться, если есть такое желание у них. Мы не против. Мы сегодня видим, у нас нехватка специалистов, нехватка. То есть, кто желает, может спокойно обращаться, то есть, учиться и выходить в поля, работать так же, как все другие. Однозначно. То есть, вы, вот те сейчас люди, которые, получается, работали ранее, то есть, на том же свинарнике, например, да, ну, мы про него не говорим, чисто про КРС берем. То есть, они могут обратиться, то есть, у них есть в дальнейшем обучиться и дальше работать, зарабатывать деньги. 100%. 100%. Технология у нас, вот, Станислав Андреевич, мы будем продолжать вместе работать с ним. У нас урожайность очень хорошая будет. Нам нужны люди. Сегодня мы видим, у кого-то перегори одной нету. У другого, наоборот, есть та, которая не подходит под данный класс трактора. Мы будем проводить обучение, развивать людей. Конечно, мы будем обучать, а у нас выхода нету. Привлекать кого-то из других регионов, да, практика есть такая, но это же плохая практика. А если переобучение, какое-то трудоустройство женщин, можно предусмотреть в вашей программе? Потому что для села женщины работа, это у всех разные жизненные ситуации, разные семейные ситуации. Я просто, я не представляю, на свинарнике все равно, я просто не представляю, что это такое. Я 14 лет с крупно-рогатым скотом. Либо обучить, либо тоже стажировку какую-то. У вас есть хозяйство? Домашнего нет. Домашнего нет. Хотите завести? Хочу, а чем кормить его? Это работы нет. Чем кормить-то его? Детей не будем знать, чем кормить. Возьмите коров наших под опеку. Под опеку как? Чем их кормить? Сено вам дадим. А где его взять? Ну что я вам могу сказать? В любом случае мы не сможем эти объекты там поддерживать. Так, уважаемые женщины, вы знаете, что информация прошла и в нашей местной газетке, что есть социальные контракты. Этим занимается соцзащита. То есть можно переобучиться. Вот сейчас они предлагают переобучиться на парикмахеров. Ну а что вы смеетесь, если вы говорите, у вас выбора нет. А почему бы нет? У нас ни в одной деревне нет парикмахера. Женщины ездят в город, стричься. Вы можете открыть свое дело, дают на открытие дела деньги. Ну что я вот работаю парикмахером? Я же поведу, что поведение своих детей. Давайте на соцзащиту мы будем закормить потом чем-то надо. А работы нет, нет, чем кормить. А дело в том, что вот по контракту, я осталась без скота. По контракту дают и деньги. Проблема выгулка скота. Деньги на хозяйство, на корма. Это проблема сильная. Я вырезала, очень много держала. И ранее, когда я работала в ветеринарии. Сколько было раньше, мы ездили по обработке. Мама, не горюй, в каждом доме. И КРС, и свиньи, и куры. В этом году, поверьте, я не знаю, что девчата будут обрабатывать. Нечего. Все повырезали люди. Кормить нечем. Скот морить голодом. Выгулки путем нечем. Вот чем вы говорите, чисто даже коснемся вот этот частный спорт. Вы о чем говорите?